Всем добрый день! Сегодня у нас ролик ответы на ваши вопросы протез колена. Я планирую записать ролик примерно, наверное, на 40, может быть, 45 минут. Посмотрим, как пойдет. Я постараюсь также сделать оглавление под данным видео. Но, возможно, вам интересно будет и полезно просмотреть весь ролик. Ролик запишу в формате стрима, то есть это, в общем, как бы живое общение, минимум редактирования, за исключением того, что вас не будет, но будут ваши вопросы, которые я сейчас открою на своем компьютере и буду читать вопросы и на них отвечать. В начале ролика, как я и планировала, я написала 4 наиболее часто задаваемых вопроса на моем канале. На моем канале и вообще среди моих пациентов в реальности 4 вопроса, которые очень-очень-очень часто задаются. Итак, первый вопрос, это по поводу скованности в колене, то есть очень много людей задают вопрос. Скованность в колене, отек колена, как долго это может продолжаться, что при этом делать и так далее и тому подобное. Сразу хотела бы вам сказать, что отек колена может сохраняться вплоть до года после операции. Считается, что если до года сохраняется отек, то ничего страшного, ничего страшного. Единственная рекомендация, абсолютно четкая рекомендация у нас, это если отек мешает выполнению упражнений, то с ним нужно бороться любыми известными способами. А способов не так много, я вам скажу. Два основных способа борьбы, снижения отек, для снижения отека первый способ это лежа на кровати. Этот ролик у меня есть в папочке протез колена, по-моему, или основа реабилитации, по-моему, протезирование колена. Вы лежите на диване, я показывала на полу, но вы, конечно же, на кровати, на диване. Условие это то, чтобы сердце было ниже вашей ноги, то есть вы лежите на спине, нога у вас на подъеме, на подушках. Сделайте себе башенку из подушек, сделайте ее один раз и не разбирайте ее. Используйте ее в течение вашего периода реабилитации. То есть несколько подушек прям берете, берете сколько там, 3-4 подушки. То есть должно быть довольно высоко. Кладете ногу на подушке. Единственное, наверное, что нужно знать, также, не единственное, а то, что нужно знать еще, это то, что подушки должны быть на протяжении всей ноги. Допустим, не просто под щиколоткой, да, вы подкладываете подушки, 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 то есть вот так, и нога у вас получается вот так высоко. При этом вы лежите на спине, нога выше уровня тела, и вы начинаете совершать движения вот так щиколоткой вашей ноги взад-вперед, вправо-влево, как хотите. Смысл в том, что у вас мышцы начинают работать как такая, как помпа, которая помогает поднять всю жидкость кверху. Итак, это первый совет, это упражнение на нога на подушках. Мы при отеке, я всегда рекомендую его выполнять 4 раза в день. 4 раза в день по расписанию, без всяких, как это сказать, извинений. Мы выполняем 4 раза в день 10-15 минут. Если вам сложно запомнить, если вы забываете, также то, что я советую, это поставьте себе будильник. Каждые 4 часа будильник звонит, вы идете, выполняете это упражнение. Итак, скованность в колене. Первая – это нога на подушках, да, выше уровня нашего тела. И второе упражнение – это самомассаж колена. Также ролик есть в папочке протезирования колена. Самомассаж колена выполняется в течение 5-7 минут. Итак, как начинается ваше утро? Лежа на диване, на кровати, нога на подушках. 10 минут упражнение от отека в колене. Затем самомассаж колена. Затем ваши упражнения. И все это завершает прикладывание льда. Это вот обязательно. Обязательно. Вот такой вот блок утром и вечером. Плюс дополнительно, опять же, если у вас сильный отек, который вам мешает. Добавляем еще плюс 2 раза упражнение. Нога на подушках. Итого 4 раза в день нога на подушках, да. И 2 блока с упражнениями. Далее. Здесь также скованность в колене. Маленький подпункт. Я добавила боль. Боль в колене. Также частый вопрос. Частый вопрос. Очень сильно болит колено. Что делать мешает тем более. Мне не нравится, когда вы говорите, что это мешает выполнению упражнений. Совет, опять же, для снижения боли. Это медикаменты. Применяйте, пожалуйста, ваши медикаменты так, как предписал их вам ваш врач. И второй совет. Это прикладывание льда каждые 2 часа. Опять же, каждые 2 часа, период восстановления, это работа на полной ставке, как я иногда говорю. То есть вы не отдыхаете, вы работаете, да. И в том числе, вот прикладывание льда. Я не знаю, почему это так сложно. Но даже в реальности многие забывают, многие не делают. И колено болит, воспаляется и так далее, и так далее. Человек не делает упражнения, и все это как снежный ком. Поэтому совет, первый совет, если у вас болит колено, и вы не делаете упражнений, поверьте мне, ничего хорошего. Пожалуйста, прикладывайте лед каждые 2 часа. Опять же, рекомендация у нас совершенно четкая, совершенно простая. Это прикладывание льда уже с первых дней после операции. Прикладывание льда на 10 минут, 15 минут максимум, каждые 2 часа при необходимости. Если у вас боль, опять же, терпимая, то вы можете сохранить прикладывание льда только 2 раза в день, когда вы делаете упражнений. Но если у вас боль сильная, то лед нужно прикладывать каждые 2 часа. Опять же, ставим будильник, и каждые 2 часа прикладываем лед. Как это правильно делать, у меня также есть ролик. Пожалуйста, посмотрите, если вы еще этого не знаете. Следующий вопрос. Вопрос маленький, ответ очень быстрый. Когда должен быть градус сгибания 90 градусов? Я вам отвечаю на 2 недели. Это значит, примерно на 10-14 день у вас должно быть градус сгибания 90 в колене. Если, получается, это в моей работе, на моей практике, это второй визит к пациенту. То есть, я его посещаю каждую неделю, да, 1 раз в неделю. Если я прихожу на 2 недели, и у пациента нет 90 градусов, то опять же, наши инструкции, которые у нас существуют, да, в Канаде, это абсолютно четко. Мы начинаем совершать активно-пассивное сгибание в колене. То есть, опять же, ролик у меня есть на канале. Это когда вы лежите, и, ну, грубо говоря, кто-то помогает вам сгибать колено. Опять же, сгибаем колено до боли максимум 5-6, 5-6 из 10. Это когда пациент лежит, я, допустим, он сгибает колено, говорит, все, я дальше не могу. Я начинаю ему сгибать колено при помощи силы. Когда я вижу, что у него появляется, он так вот, да, зажимается, и видно, что ему больно, я останавливаюсь, мы останавливаемся, держим, держим 5 секунд и расслабляем. Я примерно делаю 5-6 раз. Если вы будете делать в домашних условиях, вернее, конечно же, вы будете делать в домашних условиях, единственное, я бы вам посоветовала делать активно-пассивное сгибание 1 раз через день. То есть, 1 раз 5-6 раз через день. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос был такой, кстати, да, вопрос, казалось бы, простой, но, тем не менее, очень многие у меня спрашивают, сколько ходить в день после протезирования колена. В общем, нет никаких, знаете, таких, я тапочки надену, холодно, ноги заверзли. Нет никаких точных, точного времени, что вот 1 неделя после операции мы ходим столько-то, 2 недели мы ходим столько-то, нет. Вы ходить, да, во-первых, конечно, я вам скажу, что после операции ходить нужно каждый час, то есть каждый час вы встаете и делаете небольшой круг, 5, ну, 4-5 минут, это для снижения риска тромбов, да, то есть увеличиваем циркуляцию в ногах, каждый час пациент входит и встает и немножко прохаживается, прохаживается, там, с костылями, с ходулями, с чем вы ходите. Вот, это первая рекомендация, первая рекомендация, которую вам нужно знать. И потом, в общем, как только вы начинаете приходить в себя, вы начинаете ходить столько, как сказать, сколько вы чувствуете, что вы можете пройти. Когда вы начинаете выходить на улицу, кстати говоря, когда пациент начинает ходить на улице, то боль увеличивается, боль увеличивается, так как это зависит от того, что у нас поверхность совершенно другая, да, то есть дома вы ходите по ровной, гладкой поверхности, да, там ковер, полы, покрытие, все это ровно, мягко. Когда мы выходим на улицы, там есть и камушки, там есть и ямки, и там есть и травка, да, и гравий. Поэтому, конечно же, все это дает нагрузку дополнительную на колено, и колено начинает сильнее болеть. Я предлагаю своим пациентам ходить, начинать ходить, допустим, примерно 5-10 минут. Ну, то есть вы вышли, прошлись вперед, прошлись назад, на следующий день вы посмотрели, как повело себя колено, то есть если боль не увеличивается, если все нормально, то на следующий день вы можете пройти столько же, либо увеличиваем на 1 минуту каждый раз. Кстати говоря, у меня, я вам скажу маленький анекдот, у меня был один пациент, который, это реальная история, то есть он немножко недооценил, или, вернее, переоценил свои силы, он вышел гулять, протезирование колена, он прошел в одну сторону, и когда он прошел уже в одну сторону, он понял, что он не сможет вернуться назад. Реально он не смог вернуться назад, и ему пришлось вызвать, вызвать, я не помню там, кого он вызвал, то ли родственников, то ли знакомых, чтобы его привезли домой. То есть такой пример, человек переоценил немного свои способности, и, как сказать, прошел больше, чем он мог бы. Такое тоже может быть, поэтому рассчитывайте свои силы. Итак, здесь по поводу, сколько ходить в день, опять же, точно рекомендаций нет, но важно то, что мы постепенно увеличиваем нагрузку. Далее, далее, следующий вопрос, следующий вопрос, как бороться с отеком? Как бороться с отеком? Также очень частый вопрос на моем канале, но, опять же, скованность, отек, я озвучила в первом пункте, то есть это скованность, отек, для меня это примерно одно и то же. Как бороться с отеками? Это отек воспаления, это упражнение нога на подушках и самомассаж колена. Также нужно знать, что сами упражнения, когда вы делаете упражнения, то есть мышцы сокращаются, внутрикапсульная жидкость циркулирует, и также это само по себе, то есть упражнения, они сами по себе способствуют снижению отека в вашем колене. Так, это были мои вопросы, которые я написала, самые частые, и сейчас мы откроем видео, в котором я предлагала вам задать вопросы, и я прям беру, я открываю, вам не видно, ну просто мне будет видно ваши вопросы, вы можете открыть видео, объявление на канале, задаем вопросы про тест колена, и я прям буду каждый вопрос читать и отвечать. Здесь первая мне Алла написала, Алла из Франции, бонжур, бонжур, вы так все хорошо и доступно и понятно объясняете, что вопросов пока нет, просто нужно стараться делать регулярно упражнения с надеждой, со мной, терпением и верой в лучшее. Сегодня 10 недель после операции, да, про тест колена, благодаря вашей помощи и рекомендациям, есть уверенные и естественные 90, без боли и напряжения, 100-105 с активно-пассивным сгибанием. Да, 100-105 с активно-пассивным сгибанием. Для улучшения результата постепенно увеличиваю нагрузку, перешла к третьему комплексу. 14 декабря визит к доктору. Очень надеюсь, что к этому времени получится уверенные 110. Надежда, огромная благодарность за вашу помощь. С наилучшими пожеланиями ко всем, кто сейчас находится в процессе восстановления, то есть к вам. Алла, спасибо большое за ваш такой чудесный добрый отзыв. Так, следующий вопрос. Елена Кружковская, добрый день, 3 месяца после операции делаю упражнения ежедневно, увеличиваю нагрузки за счет эспандеров, это эластичные ленты, я так понимаю. Хожу в среднем 6-8 километров в день, вау, вау, это от меня. Лифтом не пользуюсь, молодец. Процесс остановился, колено стало более чувствительным и скованным, отек небольшой, но есть, колено горячее, прикладываю лед, внутри появилось постукивание при ходьбе, что делаю неправильно. Елена, я бы вам сказала, 3 месяца после операции, и мне кажется, что вы даете немного большую нагрузку на колено, чем нужно. Да, я бы вам советовала немножко снизить нагрузку, допустим, 6-8 километров, это многовато для меня, 3 месяца после операции. Попробовать снизить нагрузку, опять же, прикладывать всегда лед после прогулки и посмотреть, как поведет себя колено. Возможно, что ходьба, ходьба, да, ходьба это хорошо, но она не укрепляет колено. Возможно, также, Елена, вы пишите, что вы делаете упражнения, это хорошо, с эспандерами замечательно. Просто я хотела бы напомнить, что желательно, да, не желательно, а нужно, чтобы в вашем комплексе также были упражнения, силовые упражнения на укрепление коленного сустава. Так как прогулка, просто прогулка по улице, она, это, конечно, несомненно, хорошо, но она не будет способствовать, что мышцы будут наращиваться. Да, то есть обязательно в комплексе должны быть упражнения на укрепление мышц коленного сустава. То есть это силовые упражнения. Далее. Оля Гарх. Огромное спасибо вам за ваши полезные отзывы. У меня прошло два месяца после протезирования. Могу ли я делать прививку от гриппа? Ответ – да. Ответ – да, вы можете делать прививку от гриппа. Вера Абузярова. Здравствуйте, Надюша. Отек колена еще не прошел. К концу дня колено в тисках, как будто идти тяжело. На велотренажере сколько подходов в день и сколько минут. Спасибо большое, что вы у нас есть. Велотренажер не более 10 минут в день. В период восстановления один раз в день 10 минут. Отек колена не прошел. Отек по поводу отека. Отек может сохраняться до года. До года главное, чтобы он не мешал вам выполнять ваши упражнения. И главное, чтобы у вас была полная амплитуда движения сустава. То есть 110 и 0. Если у вас отек вам мешает, опять же упражнение нога на подушках можно поделать 2 раза в день. Самомассаж колена также очень хорошо помогает. И лед. Лед в течение дня несколько раз после упражнений. Следующая. Людмила Григорьевна Сутурина. Здравствуйте. Восьмая неделя. Два месяца после протезирования. Тугая подвижность. Угол сгибания примерно 60. Как долго реабилитация может быть? Чтобы хотя бы 90 градусов. Людмила, я вам скажу, что 90 градусов должно быть на второй неделе после протезирования. В идеальной ситуации, когда все хорошо. Ну, возможно. Да, возможно у всех проходит по-разному. Но в два месяца уже прям желательно-желательно, чтобы было 90 градусов. Тугая подвижность. Вы пишите. Тугая подвижность. Я так понимаю, что это отек. Отек и воспаление. Смотрите, Людмила, обязательно после упражнений всегда прикладываем лед на 10 минут. Как это правильно сделать, вы сможете найти у меня в папочке протез колена. То есть прикладывание льда. Обязательно всегда после упражнений прикладываем лед. По поводу тугой подвижности. Опять же попробуйте упражнение. Не то чтобы попробуйте, а делайте упражнение нога на возвышении. То есть упражнение для снижения отека это один. Делайте 4 раза в день. По 10-15 минут. И обязательно делайте самомассаж колена. Так как, конечно, если у вас колено будет распухшее. Будет чувствоваться, что такая скованность в колене. То упражнение будет делать очень тяжело. И, конечно, градус будет тяжело разрабатывать. И еще, кстати, я не знаю, какие вы делаете упражнения, Людмила. Но 2 месяца после операции у вас обязательно должно быть упражнение. Нога на ступеньке. Мы сгибаем колено с помощью своего тела. Также это упражнение есть у меня в папочке. То есть это когда вы стоите, нога у вас на ступени, на лестнице, на небольшой табуретке. Да, и вы ставите ногу, сгибаете при помощи своего тела, держите 5 секунд и возвращаетесь. Это упражнение обязательно должно быть в комплексе в вашем. Следующее. Добрый день, Надюша. Если ездить на велосипеде, Валентина Вредова написала. Если ездить на велосипеде, сустав быстрее разносится? Однозначно, 100% да. Ответ да. Быстрее. Дмитрий Горобец. Здравствуйте. Инвалидность 2 группа. Гемофилия. Год назад была операция эндоколенного сустава. Прошел реабилитацию, но с каждым месяцем колено гнулось все меньше и меньше. Два месяца назад была повторная операция. Ревизия коленного сустава. Да, у нас тоже это делают. У нас, кстати, ревизию делают. То есть реоперируют. Даже не реоперируют. Да, это немножко другое. Но у нас сгибают колено под наркозом, если на шестой неделе, когда, ну, допустим, да, после операции, первый прием у врача это шестая неделя. Если на шестую неделю у пациента нет 90 градусов сгибания колена, то ему сгибают колено насильно под наркозом. То есть под наркозом пациент лежит, врач берет, всем своим телом наваливается и все вам ломает. Ну, ломает все спайки, которые образовались. То есть сгибает вам колено насильно. Единственное, человек, подписывает, человек, пациент подписывает, подписывает согласие. Единственное осложнение, которое может быть, это, конечно, перелом, трещина. Но сколько, сколько вот я наблюдаю, никогда не было ни у кого осложнений. Хотя неоднократно у меня уже были пациенты, у которых мы это делали. Так как считается, что чем дальше мы ждем, чем дольше мы ждем, тем сложнее будет потом развить градус сгибания. Поэтому на шестой неделе здесь по рекомендациям нашим у пациента должно быть 90 градусов. Поэтому, в общем-то, на второй неделе, если я прихожу, если у пациента нет 90 градусов, я начинаю добавлять активно пассивное сгибание. Да, я отвлеклась от вопроса. Каждый день занимаюсь, был куплен дополнительно аппарат, артромот. Да, есть такой аппарат, но он не заменяет упражнения, Дмитрий. Да, то есть это как дополнение. В данный момент проблема в том, что колено затекает и не гнется. Только после разработки на аппарате приходит в себя. Градус сгибания при ходьбе 50-60, не больше. А на артромоте разрабатывается до 80. При ходьбе хромаю, отек почти ушел, в протезе и так далее проблем нет. Врачи говорят, нужно разрабатывать. Были ли у вас пациенты с гемофилией? К сожалению, нет, не было. Возможно ли разработка до уровня здоровой ноги? Можно ли массажировать? Массажировать? Если у вас отек почти ушел, а колено не сгибается, тогда в чем причина? Возможно, причина в том, что у вас контрактура в колене. То есть чувствуете ли вы, что у вас колено, как бы мышцы затвердели? Если контрактура, то это идет от нашей нервной системы. Если, то есть как бы здесь рекомендации я не могу дать. При контрактуре очень сложно действительно разрабатывать колено. Мы также его разрабатываем, делаем упражнения, добавляем активно-пассивное сгибание. Кстати, вы ничего по этому поводу не написали, Дмитрий. Я бы вам добавила активно-пассивное сгибание в колене. Почему оно не сгибается, не знаю. Обычно не сгибается, если отек. Отек и скованность в колене сохраняется. Либо если колено не сгибалось до операции. Тогда после операции, конечно, оно тоже не будет сгибаться. Возможно ли разработать? Да, я думаю, что да, возможно. Я бы на вашем месте каждую неделю делала замеры. То есть фотографию в каком-то положении, лежа, стоя, сидя, как хотите. Делать фотографию, как у вас сгибается колено. И в таком же положении через неделю повторять. То есть делать фотографию и смотреть, насколько эффективно то, что вы делаете. Но в вашем случае, я думаю, что вы делаете все правильно. То есть вы делаете, я так понимаю, упражнения два комплекса. Два комплекса в день. Плюс артромод. У нас рекомендации один раз в день, один-два часа. Не больше на машине на артромод. И как дополнение. Никогда она не заменяет активных упражнений. Плюс, единственное, я бы вам добавила, вы не написали, но я бы вам добавила, активно пассивное сгибание колена. То есть это когда кто-то вам помогает сгибать колено. Как это делать, у меня есть ролик на моем канале. Далее. Татьяна Гладышева. Замена коленного сустава. Когда можно начинать работать на велотренажере после операции? Два месяца, спасибо. На велотренажере можно начинать примерно со второй-третьей недели после операции. Два месяца однозначно можно. Маргарита Макарова. Пять с половиной месяца после тотального эндо. Контрактура. Возможно ли будет разработать? Выполняю ваши упражнения на сгибание на лестнице и разгибание на стуле. Почти месяц, практически без результата. Ну что ж такое. Последние 3-4 недели в колене появился хруст громкий. Во время выполнения упражнений на сгибание травматолог... А, хруст при сгибании, да? Травматолог в поликлинике предположил нестабильность прокладки. Отправил на УЗИ. Записалась. Это повторная операция? Я не знаю. Я не могу вам сказать, это повторная операция. Я не могу так прям сказать. Это нужно у врача вашего узнать. Кроме того, хромаю. Травматолог сказал, что оперированная нога на полтора сантиметра длиннее неоперированной. Определял визуально, не измеряя ничем. Интересно, как самому определить длину ног. Смотрите, Маргарита, контрактура есть. Контрактура – это осложнение, которое встречается после операции. Контрактура, иными словами, когда у нас мышцы, они становятся твердыми, они зажимаются. И это идёт от нашей нервной системы. Потому что работу мышц у нас контролирует наша нервная система. Посылается сигнал, импульс, сжимание, разжимание мышц. Когда возникает контрактура, это как бы такое, как зажатие мышц. И у меня были пациенты с контрактурой. К сожалению, это очень тяжёлая реабилитация. Это когда мы пытаемся согнуть, а это как, как сказать, такая резиновая трубка, которую мы гнём, а она не сгибается. Это действительно, не действительно, а, наверное, единственное. Во-первых, это очень, действительно, очень маленькие показатели. Это долгая реабилитация. То есть, это градус сгибания увеличивается. Но мы вкладываем очень много сил, очень много времени. Пациент должен делать дополнительно много упражнений для того, чтобы добиться даже небольшого сгибания. К сожалению, да, это всё есть при контрактуре. При контрактуре. По поводу вашей, по поводу, по поводу того, что нога короче на полтора сантиметра. Как определить длину ног? Смотрите, как мы определяем длину ног. Вам нужно кого-то только единственное попросить. Вот, вы лежите на спине. Давайте я вам покажу. Вы лежите на спине. И измеряются две ноги, соответственно, оперированная и неоперированная. Мы сантиметровой лентой... Видите, я заранее не читала вопрос, у меня нет сантиметровой ленты. Мы вот здесь у нас, вот здесь, если вы прощупаете с двух сторон, такие тазовые кости у нас выступают. Обязательно, они у всех 100%. От тазовой кости мы держим один конец сантиметровой ленты. И получается, вы спускаете сантиметровую ленту на внешний выступ молиоля. Я не знаю, как это называется. Косточка у нас на французском молиоль. Не видно мои ноги. Да, вот здесь от тазовая кость. Ой, я спустя. Вот, да, тазовая кость. Вот здесь сантиметровая лента идет у вас. Вот так по бедру. Ко внешнему выступу вот у нас. Не знаю, для меня это молиоль. Вот, это косточка внешняя. Соответственно, вы измеряете, делаете лентой с одной стороны, делаете лентой с другой стороны. Да, ко внешним молиолям. Щиколотка, по-моему, это называется, не знаю. И, соответственно, мы сравниваем, сравниваем две стороны. Это о том, как измерить длину ног в домашних условиях. Если у вас наблюдается разница в длине ног, то это корректируется очень просто. Мы покупаем стельки. Мы покупаем стельки в ортопедическом магазине. И подкладываем стельку только под неоперированную ногу. Так как длиннее получается у нас оперированная нога. То есть стельку мы подкладываем, соответственно, под неоперированную ногу, чтобы выровнять длину ног. Чтобы человек не хромал. Так как, конечно, при разнице в длине ног человек начинает хромать. Что не очень хорошо, потому что это может привести и к боли в бедре, и к боли в спине, в пояснице. А по поводу контрактуры, у меня нет никакого специального лечения при контрактуре. Единственное, наверное, могу вам сказать, что, допустим, лично я при контрактуре много делаю растяжек для пациента. То есть включаю в комплекс реабилитации растяжки. Растяжки на все мышцы. Плюс выполнять упражнения на сгибание. Стоя, сидя, лежа. Так далее, следующий вопрос. Светлана Глевенко. Подскажите, пожалуйста, при варикозе вен на какие упражнения обратить внимание? У меня плохо сгибается колено назад. Делаю упражнения с лентой по вашему ролику. Еще есть варианты других упражнений? Колено сгибается на 100, немного отекшее. У нас нет толковых докторов, что сам не найдешь, тому и радуешься. Спасибо за вашу работу и поддержку. При варикозе вен нет никаких специальных упражнений у нас нет. При варикозе вен. Плохо сгибается колено, но опять же вы пишите, что 100 градусов. В общем, я бы сказала, что не так все плохо. 100 градусов это неплохо. Немного отекшее. Отекшее, опять же, посмотрите, обязательно нужно прикладывать лед после каждого комплекса упражнений. И плюс добавить упражнения, нога на возвышении, чтобы снизить немножко отек перед выполнением упражнений. Вы пишите, что делаете упражнения с лентой. С лентой вы имеете в виду с лентой для силовых упражнений, так как для сгибания колена я показывала упражнения с поясом. То есть это что-то, что не должно растягиваться, что должно быть довольно, ну, как сказать, жесткое. То есть если это будет эластичная лента, и вы будете с помощью эластичной ленты сгибать колено, то это не будет эффективно. То есть сгибаем колено при помощи пояса. Пояс от халата. А с лентой это силовые упражнения. Далее. Натали. Прошло 3 месяца после эндо. Можно заняться лечением зубов, в том числе будет удаление. Да, можно, но единственная у нас рекомендация, это пациент принимает антибиотики, если он лечит зубы. Здравствуйте. Прошло 4 месяца продозирования колена. Вера Милочева задает вопрос. 4 месяца. Меня выписали с больничного, колено сгибается 110. Очень хорошо. Хожу без хромоты, много приходится ходить. Появилась скованность внизу колена. И справа колено онемения. Стало носить надколенник. Без надколенника тяжело ходить. Появляется тяжесть. Болей нет, но какой-то дискомфорт. Это норма? Да, это норма 4 месяца. Опять же повторюсь, что отек, небольшой отек, небольшие боли могут сохраняться до года. И скорее всего, да, так как вы даете дополнительную нагрузку, так как 4 месяца, это все-таки не так много после операции. Да, также может, из-за того, что вы даете сильную нагрузку на колено, колено начинает сильнее воспаляться и болеть. Вы пишете, что носите надколенник. Будьте аккуратны с надколенником. Надколенник желательно носить не более 1 часа в день. Так как это может вызвать привыкание. И также, когда мы используем надколенник, то это снижает работу наших мышц. На что вам бы я обратила внимание, это на укрепление мышц коленного сустава. То есть это силовые упражнения на укрепление основных групп мышц коленного сустава. Далее, следующий вопрос. Елена Кузнецова. Добрый вечер. Пишу вам первый раз, но ваши комментарии смотрю с удовольствием. Спасибо. У меня вопрос. После протезирования коленного сустава прошло 4 месяца. Прошла курс реабилитации. Два месяца спустя появилась свинцовая оскованность в области колена и при ходьбе. В покое, когда гнешь. Ай, когда гладишь. Свинцовая оскованность. Очень неприятное ощущение, что это может быть и как можно с этим бороться. Нога сгибается хорошо, на снимке все отлично. Так, 4 месяца после операции. 4 месяца после операции, если вы не делаете упражнения, то я бы вам рекомендовала делать упражнения 1 раз в день. Либо 1 раз в день через день. Так как общий период реабилитации у нас занимает 5 месяцев, напомню, 3 месяца. Это мы делаем упражнения 2 раза в день. И после 3 месяцев, еще 2 месяца, мы делаем упражнения 1 раз в день. Либо 1 раз через день. Для чего? Как раз таки для того, чтобы увеличить циркуляцию крови в колене. Чтобы колено сгибалось, разгибалось. Также добавляем небольшие силовые упражнения, чтобы укреплять коленный сустав. И вполне вероятно, что у вас скованность в колене возникает из-за того, что недостаточная циркуляция в суставе. То есть, если нет упражнений, то жидкость, кровь застаивается. Это дает такое ощущение скованности. Поэтому я бы вам рекомендовала упражнения. Хотя бы 1 раз в день. 20 минут. Следующий вопрос. Здравствуйте. Задает вопрос Таира Чельдиева. Здравствуйте. Можно ли ходить на каблуках после эндопротезирования коленного сустава? Вы, к сожалению, не написали, какой у вас месяц после операции. Я очень люблю. Я всегда вас прошу, чтобы вы всем не писали обязательно, сколько у вас прошло времени после вашей операции. Итак, Таира. Таира. Если имеется в виду сразу после операции, допустим, несколько недель, месяц после операции, то нет. Я бы вам не рекомендовала носить обувь на каблуках. Только по той причине, что это будет неустойчиво и очень высокий риск того, что вы упадете. Можно ли ходить на каблуках после периода реабилитации? Да, можно. Если у вас хорошее равновесие, если вы ходите устойчиво, то да, на каблуках ходить можно. То есть мы прошли весь курс реабилитации, да, 3 месяца делали упражнения, плюс 2 месяца, плюс вы делали упражнения на равновесие. Если у вас хорошее устойчивое равновесие, то да, почему нет. Вы можете ходить на каблуках, босиком, в кроссовках, в чем хотите, в чем хотите можете ходить. Далее Лидия Нагматулина. Надежда, здравствуйте. У меня прошло 4 месяца после ЭКС. У доктора была. Сказали, надо начать ходить. Дома без опор. Хромаю. Вроде изгибается нога 110 и разгибается хорошо. Правда, ногу как будто завязал в коленке. Как избавиться от хромоты? Упражнения на равновесие делаю с утяжелением. Я начну с конца. Упражнения на равновесие мы делаем без утяжеления. С утяжелением мы делаем упражнения силовые. Равновесие у нас есть упражнения статические и динамические. Мы начинаем со статических, то есть это стоя, и потом переходим на динамические, то есть это в ходьбе. Упражнения вы сможете найти также в роликах у меня на равновесие. По поводу хромоты 4 месяца. Смотрите, причин хромоты может быть несколько. Я даже снимала отдельный ролик 5 причин, почему мы хромаем. Вы можете просмотреть. Я могу сегодня вам рассказать причину, которая наиболее часто встречается именно после протезирования колена. Почему человек хромает. Это причина в том, что, в общем, сохраняется небольшая боль в колене, и человек, как бы стараясь защитить свое колено, он не полностью становится на ногу. То есть, когда вы идете, то вы вместо того, чтобы вес распределять на две стороны одинаково, вы немножко защищаете свое колено. То есть, у вас иногда даже, знаете, у нас мозг реагирует как реакция защиты. То есть, даже если не больно, но все равно у нас возникает такая защитная реакция. Человек, защищая свою ногу, старается переложить вес тела на здоровую ногу. Если здесь идет речь именно об этой причине, то есть замечательные три упражнения, которые я даю очень часто в реальности своим пациентам. Три моих любимых упражнения. Я вам сейчас их озвучу. Может быть, даже покажу. Давайте я вам покажу. Да, я сейчас встану. Получается, стоя, три моих любимых упражнения на то, чтобы человек не хромал. Я вам больше покажу мои ноги. Но вы стоите ровно. То есть, сейчас мы смотрим упражнения, чтобы не хромать. Так, три упражнения даю вам. Получается, вы стоите, обязательно мы держимся за что-то. Да, обязательно за стул, либо за стол. Получается, вы, первое упражнение, это вы перекладываете, перекатываете вес с одной ноги на другую. При этом отрываем только пятку. Как только упражнение вам легко, мы начинаем отрывать полностью ногу. То есть, вы остаетесь на левой ноге. Остаетесь на правой ноге. И вот таким образом получается, как такой маленький танец. Маленький танец. С правой стороны на левую. Опять же, держитесь, да. Вот так перекладываем. Таким образом, смысл этих упражнений, в тех, то, что я показываю, это в том, что мы постепенно, заново учим наш мозг правильно распределять нагрузку на две стороны. Да, то есть, это первое упражнение. Второе упражнение. Опять же, стоя вы держитесь за что-то, за стул. Поднимаем ногу. Опускаем. Поднимаем. Опускаем. Если вам тяжело, поднимаем только пятку. Как только нормально, не тяжело, поднимаем немного. Далее, как только, опять же, вы поделали несколько раз, снова легче стало, поднимаем, делаем полностью военный шаг. Поднимаем до 90 градусов бедро. И так вот делаем. Военный шаг называется упражнение. То есть, опять же, постепенно мы перекладываем нагрузку на две стороны. И третье упражнение, третье мое любимое, с которыми все мои пациенты уходят в отпуск, заканчивают свой период реабилитации. Третье упражнение, это упражнение часы. Вы стоите, как будто в центре циферблата. Мы делаем ногой 12, 3, 6, возвращаемся. У меня немного мало места. 12, 3, 6, возвращаемся. 12, 3, 6, возвращаемся. Два раза на одну сторону, меняем ногу. 12, 3, 6, возвращаемся. 12, 3, 6, возвращаемся. Меняем ногу. 12, каждый раз через центр. Возвращаемся. 12, 3, 6, возвращаемся. Два раза. То есть, мы делаем два раза на каждую ногу. Три раза на каждую сторону. То есть, сделали два раза. Два раза, два раза, два раза, два раза, два раза и два раза. Вот вам три моих упражнения, чтобы научить заново наш мозг распределять равномерно нагрузку на обе ноги, когда мы ходим. Потому что, опять же, это часто, когда человек старается не перекладывать вес тела на больную ногу, старается больше задействовать свою здоровую ногу. И так же, при небольшой боли, которая сохраняется, так же это может наблюдаться. То есть, реакция защиты и небольшая боль. Вот вам мои три любимых упражнения. Поделайте их в течение нескольких недель и посмотрите, как у вас получше станет ходьба. Ну, я надеюсь, что да. Так. Так, по поводу хромоты я ответила. Следующий вопрос. Но он не относится. Сергей мне написал. Но вопрос не относится к протезированию. Спросил меня, могу ли я вылечить душевные травмы. Нет, наверное, нет. Это не ко мне, это больше к психологу. Или к кому там. Следующий вопрос. Марина, Марина, 10 месяцев после операции по замене колена сгибаю колено на 110 градусов. Достаточно упражнения делать пожизненно? Я думаю, что да, достаточно. По поводу пожизненно, нет. Упражнения не нужно делать пожизненно. Упражнения мы делаем 3 месяца, 2 раза в день. И еще 2 месяца, 1 раз в день. После этого, если все замечательно, вы можете не делать упражнения. Но опять же, если вы будете замечать, что вы прекратили делать упражнения, у вас появилась скованность в колене, скованность, твердость, тяжесть. Особенно там по утрам, да, потом немножко лучше. Но в любом случае, если у вас наблюдается тяжесть в колене, то я бы вам рекомендовала обязательно продолжать делать упражнения. Следующий вопрос, Александр Лимонов. Надежда, привет, спасибо за ваши ролики и ответы. Я 30 лет работаю водителем скорой помощи, а после операции ортопед сказал, что могу забыть про эту профессию. Что вы скажете? Спасибо. У нас нет, нет такой, как сказать, такого, такого ответа, такого, такого ответа я никогда не слышала, чтобы врач кому-то сказал, что он не может работать по какой-либо профессии. Единственное, наверное, если это протез колена, и профессия подразумевает то, что человек, допустим, работает на коленях, не знаю, там делает полы, перестилает полы, либо еще что-то красит, то есть на коленях, то, возможно, ортопед и скажет, чтобы вы не работали по этой профессии. По поводу водителя, я не могу сказать, почему ваш врач так сказал. А, вот здесь, да, вы пишете, что от нагрузки может появиться трещина в суставе. Трещина в суставе. Трещина в суставе. Вы знаете, чтобы появилась трещина в суставе, то это должна быть очень сильная нагрузка на сустав. И я не могу сказать, то есть я не вижу логического объяснения в том, что работа водителя может вызвать трещину в суставе. Я не вижу как бы связи. Я не вижу, к сожалению, не могу вам сказать. Другой момент, что, допустим, если работа водителя подразумевает перенос каких-то больших колес, тяжести какой-то, то здесь, да, возможно, быть аккуратнее, потому что, соответственно, если вы будете брать что-то тяжелое в руки, то это может дать дополнительную нагрузку на колени. Но прямой связи водитель и нельзя работать после протезирования, я не могу найти логического объяснения, объяснения такому ответу. Далее. Я вам скажу, что наоборот, ведь протезирование колена подразумевает, что подразумевает то, что вам увеличивают вашу автономию и ваши качества жизни. То есть, по идее, вы должны стать лучше, чем вы были в плане, в физическом плане, в плане вашей автономии. То есть, это не должно способствовать тому, что наоборот, вас как-то стеснять и в чем-то лимитировать. Ну, как бы, вот я так думаю. Далее. Следующий вопрос. Наталья Вершигара. Добрый вечер. В марте этого года была сделана ортроскопия правого коленного сустава. Контрактура сустава была сильная, потому что ортроскопия была проведена спустя полгода после травмы. В октябре была операция по замене коленного сустава. Но беспокоит то, что сильный отек после ортроскопии так и не прошел. Из-за этого колено в очень скованном состоянии. И спустя месяц после операции 90 градусов по сгибанию колена нет. Есть ли шанс избавиться от отека? ЛФК занимаюсь 2-3 раза в день. Сейчас хожу на массаж. Да. Избавиться от отека, конечно, есть шанс. Это первая рекомендация. Абсолютно четкая. Которая у нас существует. Это 4 раза в день упражнение нога на возвышении. И второе. Это самомассаж колена. Обязательно минимум 2 раза в день. А желательно и того больше. То есть 4 раза в день. Елена Кузнецова задала вопрос. 4 месяца. Прошла курс реабилитации. Сгибаю на 90 градусов. Но скованность при ходьбе как будто она залита свинцом. Опять же, делаете ли вы упражнения? Если нет, то обязательно нужно делать. Скованность. Это может быть от отека. Это самомассаж колена. И упражнение нога на возвышении. Мельченко Андрей. Добрый день. После замены коленного сустава мы почти уже закончили. После замены коленного сустава есть онемение вокруг коленной чашечки. Такое же чувство, словно кто-то держит ногу при сгибании и разгибании. Мышца работает медленно. Это лечится. Вы мне, к сожалению, не написали, сколько у вас прошло. Они же вы мне написали. 16 июня. Июнь, июль, августе. 4 месяца после операции. Да, конечно, уже должно быть все хорошо. Смотрите, мышца работает медленно. Почему она работает медленно? Кто-то держит ногу при сгибании и разгибании. То есть чувство скованности у вас получается в ноге. Поделайте самомассаж ноги. И если вы еще не делали, упражнение нога на возвышении обязательно должно быть. Упражнение 2 раза в день также должны быть 20 минут. По поводу онемения коленной чашечки. Рекомендации следующие. До 2 месяцев. Да, это часто, когда у вас после операции на колено пациент очень часто говорит, что у него онемение. Причем, по моим наблюдениям, наиболее частая локализация онемения, это как раз таки вот здесь, с внешней стороны. Это связано с операцией. То есть когда вам делают операцию, вам как врач работает больше вот в этой части колена, во внешней части колена. И соответственно повреждаются маленькие нервы, повреждаются рецепторы наши кожные. И все это приводит к тому, что колено у нас немеет. То есть вы, когда мы трогаем колено, то человек не чувствует, стимул исчезает. Рекомендация следующая. До двух месяцев мы ничего не делаем. И возможно, что онемение исчезнет и все снова будет хорошо. Далее, если после двух месяцев у вас также продолжается онемение, то мы применяем методику восстановления чувствительности. Методику эту я снимала, делала отдельный ролик. Есть в папочке, скорее всего, основы реабилитации. Как называется? Называется, по-моему, как вернуть чувствительность. Что-то такое. Смысл в том, что на нашей коже, когда делают операцию, то у нас повреждают маленькие нервы чувствительные, которые у нас проходят под кожей. Это один. Во-вторых, повреждаются у нас рецепторы кожные. На нашей коже есть рецепторы. Четыре вида рецепторов. По памяти проверим, как я хорошо училась. Рецепторы у нас боль, прикосновение, холод и тепло. Четыре рецептора. Да. То есть, каждый рецептор ответственен за определенный стимул. То есть, есть рецепторы боли, есть рецепторы холода, тепла и прикосновения. Когда у вас анемия, в чем смысл методики? Смысл в том, что вы начинаете стимулировать эти разные рецепторы соответствующими стимулами. То есть, у вас должен быть стимул холода, стимул тепла, стимул прикосновения и стимул боли. То есть, вы для каждого стимула находите что-то, чем простимулировать и делаете эту методику примерно 5 минут в день на протяжении нескольких месяцев. Опять же, чтобы сейчас не занимать время, ролик есть в папочке основы реабилитации или основы восстановления. Посмотрите, отдельно я снимала. если после двух месяцев чувствительность не возвращается, то рекомендация принимать данный способ, данный метод. Следующий вопрос. Надеюсь, вы еще со мной. Здравствуйте, прошло. Sunbow Channel задает вопрос. Здравствуйте, прошло 3 месяца, в конце ноября иду на вторую операцию по замене сустава. Что вы можете мне посоветовать? За время, что я буду восстанавливаться после операции, прооперированное колено, как будет восстанавливаться? Очень маленький промежуток между операциями. Это норма? У вас есть такие случаи? Что можете мне порекомендовать? Очень интересный вопрос. В Канаде минимальный промежуток между операциями составляет примерно один год. Три месяца, к сожалению, нет, я не встречала. Но вы знаете, если у вас сейчас три месяца у вас прошло после операции, если у вас колено первое восстановилось хорошо, то я не вижу, как сказать, ничего страшного, ужасного в том, что вы делаете вторую операцию. Если вы сделали первую операцию, у вас все хорошо прошло, скорее всего, вы уже просмотрели большинство моих роликов, вы уже готовы. Я думаю, что со вторым коленом у вас пройдет также все хорошо. Я бы вам посоветовала после операции, так как, в общем-то, считается, что у вас второе колено только три месяца, а срок восстановления это пять месяцев, все-таки продолжать делать упражнения на второе колено параллельно с упражнениями на первое колено. Посоветовать, вот, посоветую делать на оба колена, посоветую вам начинать упражнения делать на второй день. Так, посоветую вам перед тем, как вы будете, ну, уже операция получается у вас уже скоро, в конце ноября. Уже как бы смысла нет готовиться к операции, в смысле готовить неоперированное колено. поэтому я вам посоветую, что делать параллельно упражнения для обоих колен. Единственное, наверное, возможно, вам нужно будет в какой-то момент разделить упражнения, потому что все-таки второе колено, которое вы прооперировали раньше, его нужно, как сказать, не нужно делать легкие упражнения. Да, упражнения у нас должны постепенно быть с увеличивающейся нагрузкой, то есть в то время, когда вы будете делать упражнения, допустим, на амплитуду движения, да, для свежеоперированного колена, возможно, для старооперированного колена уже вы там будете больше делать упражнений силовых, допустим, да, то есть немножко, может быть, разделить, какие упражнения, но упражнения делать параллельно для обоих колен. Следующий вопрос. Ара Кандагар. Я пью много воды, потому что я читаю без остановки, у меня получается полностью все высыхает, я не знаю, поэтому я пью воду. Ара Кандагар. Здравствуйте. Замена сустава полная. Инвалидность дает или нет? Нет, не дает. Наоборот, наоборот, это должно вам дать лучшее качество жизни и увеличение вашей автономии. Нет, я бы сказала полностью наоборот, чем инвалидность это вам дает. Так, все, Евгений мне еще написал, ничего не болит, а если болит, я тихонько молчу. Шутка в конце получилась небольшая. так, все, я ответила на все ваши вопросы. Вопросов оказалось, как вы видите, очень много и возможно есть смысл делать такой ролик с какой-то периодичностью, то есть ответы на ваши вопросы, так как я понимаю, что после оперирования, после операции очень, конечно, много вопросов, пациенты, люди сомневаются и очень важно ответить на все вопросы, так как, конечно же, наша уверенность в том, что мы делаем все правильно и поддержка со стороны других людей играет также очень важную роль в процессе восстановления, поэтому, возможно, мы сделаем такую рубрику ответа на вопросы с какой-то периодичностью. Если у вас остались вопросы недопонимания, пишите по данным роликам. Я с огромным удовольствием ответила на все ваши вопросы, спасибо вам большое за вопросы, очень надеюсь, что вопросы будут также полезны и другим подписчикам. Желаю вам, мои дорогие, хорошего процесса восстановления, не забывайте о количественных измерениях в процессе вашего восстановления, не забывайте делать ваши упражнения два раза в день, не забывайте прикладывать лед минимум два раза в день, не забывайте упражнения нога на подушках выше уровня нашего тела, самомассаж колена, не забывайте ходить каждый час для увеличения циркуляции в коленном суставе, и также не забывайте постепенно увеличивать вашу автономию. Желаю вам всего хорошего, до следующих видео, всем пока, и спасибо всем, кто дослушал сегодня меня до конца, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok